Всем привет! Сегодня расскажу об одной полезной доработке вот такого беспроводного датчика движения. Причем после доработки все функции датчика полностью сохраняются. Такие беспроводные датчики движения или по-другому радиодатчики применяются с различными охранными сигнализациями, которые широко представлены на Алиэкспресс. Они используют простой 24-битный код и работают на частотах 315 или 433 МГц. На канале есть небольшое видео по их работе, ссылка будет в описании. Давайте сначала вскроем этот датчик и посмотрим его устройство. Итак, датчик состоит непосредственно из пир-детектора, затем контроллера пир-детектора типа BIS-301, кодера SC1527, формирующего импульсные посылки 24-битного кода и радиопередатчика с антенной. В качестве источника питания используется батарея типа крона. Для индикации и состояния режима работы датчика в нем применены два светодиода. Один светодиод синего свечения предназначен для контроля разряда батареи. Второй светодиод красного свечения предназначен для индикации срабатывания датчика. Обычно время его включения после срабатывания датчика составляет приблизительно 2-3 секунды. Транзисторный ключ, который установлен в цепи управления этим светодиодом, способен обеспечить ток, достаточный для питания нескольких таких светодиодов, включенных параллельно. Для доработки датчика необходимо выпаять светодиод срабатывания, то есть светодиод красного свечения, и к освободившимся контактам, соблюдением полярности, подключить несколько сегментов светодиодной ленты белого свечения. Светодиодную ленту необходимо располагать в корпусе так, чтобы она не закрывала пердетектор. И в то же время находилась напротив окна датчика, в котором установлена так называемая линза Френеля. Материал, из которого сделана эта линза, очень хорошо пропускает и рассеивает цвет, что в принципе нам и нужно. Видимо, вы уже догадались, что у нас в итоге должно получиться. Это небольшой светильник для подсветки, который будет автоматически включаться при обнаружении движения. Но в таком виде он имеет существенный недостаток. Очень короткое время свечения светодиодной ленты после срабатывания датчика. Как я ранее говорил, это время составляет примерно 2-3 секунды. Для того, чтобы увеличить время работы светодиодов после срабатывания датчика, необходимо заменить конденсатор, формирующий импульс управления на конденсатор большей емкости. Этот конденсатор установлен вот здесь. При емкости 10 нФ время включения составит примерно 7 секунд, а при емкости 22 нФ приблизительно 15 секунд. То есть, подбирая емкость конденсатора, можно установить фактически любую длительность включения светодиодов после сработки датчика движения. Установив нужную длительность работы, можно добавить такую полезную функцию, как плавное включение и выключение светодиодов. Для реализации этой функции между базой транзистора, управляющего светодиодом и общим проводом питания, необходимо включить электролитический конденсатор емкостью от 100 до 1000 микрофарад. Время нарастания включения светодиодов до номинальной яркости и снижения яркости до выключения светодиодов будет зависеть, соответственно, от емкости используемого электролитического конденсатора. Чтобы не терять время и показывать весь процесс доработки, продемонстрирую вам уже доработанный датчик. Вот я здесь его подготовил. Открываем. Ну, как видите, здесь уже установлена светодиодная лента, подключенная вместо светодиода срабатывания. Установлен электролитический конденсатор для плавного включения и выключения подсветки. И подобрана емкость задающего конденсатора, который обеспечивает время работы подсветки примерно 15 секунд. Емкость электролитического конденсатора составляет 470 микрофарада. В зависимости от применяемой светодиодной ленты нужно помнить, чтобы суммарный ток через коллектор транзистора не превышал допустимое значение. При необходимости транзисторный ключ можно заменить, установив более мощный транзистор. Но здесь нужно учитывать, что емкость батареи крона относительно небольшая, и время ее службы зависит от потребляемого тока и времени свечения светодиодов. В общем, тут нужно подобрать необходимое количество светодиодов в зависимости от времени работы и найти разумный компромисс. При этом напомню, что все функции датчика полностью сохраняются. То есть при срабатывании он генерирует 24-битный код, который можно использовать в штатном режиме для охранной сигнализации. Проверить это можно с помощью вот такого самодельного сканера, о котором я уже как-то рассказывал, и о нем на канале есть отдельное видео. Сейчас я соберу датчик и продемонстрирую его работу. Вот так, собрали. Включаем сканер, переводим его в режим приема радиокодов и активируем датчик. Вот, как видите, наш сканер принял 24-битный код, который был сгенерирован нашим радиодатчиком. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так просто можно доработать датчик, который помимо своей основной функции, то есть работы в составе охранной сигнализации, дополнительно сможет выполнять функции небольшого светильника. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы по доработке. На этом буду заканчивать. Всем пока!